Здравствуйте! Вы смотрите, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. Сегодня у нас в гостях Валерий Сокович и Екатерина Ефремова. Именно в этих нежных руках будет будущее современного искусства Заполярья. Здравствуйте, ребята! Когда я приехала с отпуска, мне сказали, что у нас будет центр современного искусства. Для меня это был шок, неприятный. Я подумала, какой же центр современного искусства, когда пандемия, коронавирус, и мы все умрем. Но потом эмоции как-то ушли на второй план, и поняла, что это же здорово, жизнь продолжается. И я вдохновилась прям вашей вот идеей. Вы расскажите, откуда у вас появились такие мысли создать этот центр современного искусства именно вот сейчас, в это время? Почему он так нужен не только Мурманску, но и всей области? Ну, начну, наверное, с того, что как только в Мурманске узнали о том, что театр кукол готовится к переезду, библиотека практически сразу же начала думать, что же там может появиться. У них было очень много идей, они хотели там и научную лабораторию, потом предложили эти помещения отдать одним организациям, другим. Процесс был долгий, и только где-то в феврале Министерство культуры вынесло на обсуждение вопрос создания какого-то творческого пространства, и придумали эту идею, создание центра современного искусства. А потом был долгий процесс. Мы сначала ждали, пока театр кукол покинет помещение. Это было трудно сделать, конечно. Конечно. Потом был долгий процесс, когда начался, собственно, в марте, когда нам сказали, что вот нужно открывать центр, в марте мы узнали, что настал коронавирус, и всё, центра не будет. И, собственно, где-то вот до июня всё было, вообще, мне кажется, висело на волоске вся эта идея. Было очень много совещаний с Министерством культуры, с творческими активистами. Всё это в онлайне, очень бывает с плохой связью. И связь плохая, и ты ещё не можешь, получается, не видишь, что люди не могут донести до тебя какую-то информацию. И вот это вот, на самом деле, личных встреч их очень не хватало, на самом деле, для того, чтобы какие-то вопросы разрешались оперативно, и уже, грубо говоря, было бы принято чёткое решение, и всё. А так, получается, каждый день, ой, собрание закончилось ничем, и давайте встретимся через три дня, через неделю, через день. И вот это был долгий, очень муторный процесс, три месяца он длился. Екатерина, ну а для вас это же дом ваш, театр Кукол. Это дом, и, конечно, я хочу сказать, я в огромном волнении пребывала при мыслях о том, что же останется, что будет там, когда мы уедем. Потому что действительно разные приходили вести, всё, что угодно могло там быть. И я счастлива, что удалось, я за это очень ратовала, и где могла, высказывалась, чтобы сценическое пространство осталось, конечно же, сценическим, творческим. И да, вмешалась эта страшная пандемия, но как-то вот эту ниточку удалось протянуть, и мы тоже тратили это время, когда сидели все по домам, вот в этих онлайн-встречах, разрабатывали, например, очень важное, вот, например, положение Центра современного искусства. Надо понимать, что это всё-таки государственное учреждение, оно осталось под опекой библиотеки, и это там очень, на самом деле, очень много тонкостей бумажного характера, правового, юридического, потому что эта вся структура этого Центра должна быть максимально прозрачной, понятной и работающей. И я, например, тоже иногда сидела на этих совещаниях, и мне говорят, ну, вы-то что думаете, артисты? А я говорю, вы знаете, я уже ничего не понимаю. И вот понимаешь, что это должно быть, а вот уже, то есть, ну, сложности были. Но вот всё равно среди этого хаоса зародился Центр, и который уже из самого названия, понятно, что он будет очень концептуальный, Центр 21А. Да, такой банальный вопрос, наиглупейший, но всё-таки почему решили назвать именно так? Дискуссий было много, этот ответ сразу не пришёл, да, разные были версии. Как раз-таки где-то со времён начала пандемии... Угу, муссировали это название. Да, уже были какие-то заготовленные идеи, например, у художников, они предлагали назвать Центр одним названием, и даже был какой-то дизайн-проект, как можно обыграть это название в интерьере было бы. Потом подключились другие люди. Мы даже делали исследования в сетях, Валера помещал пост, как бы вы назвали Центр, тоже послушали, что люди говорят, как бы им хотелось. И всё-таки вы привязались... Мы всё-таки пришли в итоге всех обсуждений к адресу, это дом, номер дома 21А, улица Софьперовская, дом 21А. И, в принципе, это, мне кажется, уже как будто на самом деле какой-то заложенный концепт в этом во всём есть не только у нас, а вообще, в принципе, во всех учреждениях подобного рода по всей стране. Даже у нас взять, например, в Никеле вторая школа, вторая школа практически была. Че-9, да, галерея. То есть это как бы вписываемся в какое-то пространство, которое говорит на определённом языке. Вот мне кажется, это тоже важно. Ну, вот вы, Валерия, сказали, упомянули сейчас музей-гараж. Чем всё-таки вдохновлялись при создании этого центра, может быть, та же самая РАРТа, да, которая в Санкт-Петербурге? Вы уже посещали какие-то такие современные центры, брали откуда-то пример, что видите, что будет? Ну, на самом деле, побывать довелось много где. На самом деле, у нас, наверное, Санкт-Петербург самый такой, мне кажется, насыщенный такими открытыми пространствами, доступными, творческими. И тот же самый гараж в Москве, просто невероятное место. Больше всего, наверное, мне впечатлил музей современного искусства в Стокгольме, который, в принципе, работает абсолютно бесплатно и для артистов, и для посетителей. И это, в принципе, должно быть такое место, куда можно прийти и с интересом провести время. Эту мысль, получается, нам закладывал министр культуры Евгений Гомон на тот момент ещё, что это должно быть общедоступное место. И чтобы мог прийти и каждый зритель посмотреть, как проявляют себя художники. И чтобы каждый артист мог просто прийти и реализовать свою какую-либо идею. Ну вот, Евгений, у нас к счастью или к огорчению больше не министр, но всё-таки он как идейный вдохновитель, да, создатель. Он вас как-то сейчас поддерживает? Конечно, во-первых, он входит, у нас же в этом центре есть совет, худсовет, как в театрах бывает. Ну, это не то, чтобы там совет, это так всё строго, просто мы немножко страховались на тот момент, что если вдруг будет очень много заявок, а календарные дни они ограничены, мы в любом случае должны будем какую-то очерёдность выстраивать художников, да, или артистов, кто хочет реализоваться. Поэтому есть такой совет, который заявки рассматривает, и если их слишком много, ну, распределяет. Сейчас заменимаемся этим, чуть попозже, и эти идут проекты в работу. Вот, и Женя, конечно же, состоит в совете, он с нами в команде, да, он просто сейчас в отпуске. А какая будет основная концепция? Вот у меня такой страх, если это что-то делает, ну, государственное, да, что-то, наверное, правительственное, то мне кажется, что это будет вот как в Советском Союзе, будет какая-то цензура, то есть вы гарант того, что можно будет... Ну, конечно, мы вот, если сейчас есть возможность обратиться к артистам, вы, да, это, пусть вас не пугает учреждения культуры государственные, на самом деле, очень много хороших государственных учреждений культуры, в одном из них я работаю, театр кукол, филармония, да, это живые, живые организмы. И мы тоже для вас лишняя страховка, что постараемся сделать этот ваш процесс максимально живым, естественным, и будем преодолевать сложности, там, скажем, бюрократических мало. Вот даже та заявка, которая вот вас немножко напугала, ой, бумажки там, уверяю вас, мы сделали ее максимально прозрачной, потому что я знаю, что такое бывают заявки, когда там 28 листов и какие-то даже экономические бывают расклады артистам должны делать. Эта заявка максимально проста. Я, например, сама составляла ее макет, по-моему, я ориентировалась, я очень долго состою в Союзе театральных деятелей Российской Федерации, и там очень много творческих грантов, поддержек, каких-то там стипендий, и тоже всегда есть вот эта заявка, и она максимально прозрачна, там, буквально там 5 пунктов. То есть, если, допустим, у меня такая, я предполагаю выставку, экспозицию, как в стиле, допустим, в том же гараже, я могу представлять какие-то 18+, выставки, допустим, что-то с нецензурной лексикой и так далее, или это все-таки будет областная научная библиотека, где, ну, придерживайтесь каких-то там правил приличия. Смогу ли я так выставить? Ну, потому что, на самом деле, я знаю художников, которые у нас здесь, реализуют именно вот в таком направлении, в какой-то нет которой границ. Будет определенный формат, с определенным временем, с указанием для зрителей, что это такое. То есть, вообще, реально просто с маркировкой, да? Да, просто это будет так позиционироваться, потому что от центра и от библиотеки будет информационная поддержка в соцсетях, везде там контент какой-то онлайн. И, конечно, там будет акцентироваться в этом случае, что, ну, это такой направленность мероприятия. А вот вы, Екатерина, все-таки вы такое, в моем понимании, классический деятель культуры. Потому что вот я наблюдала, у вас и концерт был моего любимого Александра Вертинского. Но, значит, у вас есть все-таки нотка вот этого декаданса, значит, вы немножко можете уйти. А вы Шиш-де-Малину не слушали? Никогда. Никогда? Рекомендую послушать, потому что вот в этом проекте Екатерина вообще, да, это абсолютно... То есть, можно понять, да, все? Вы поймете, почему Екатерина с нами? Вот. Пусть одинокий прохожий Песню подъезда услышит Пасмурный тень непогожий Вечер холодный звенит Парень с красивой девчонкой Ночь на твоих сторонках Я просто, ну, понимаю, любые, как бы сказать, стены и формат, он диктует... Вот, например, филармония, я очень люблю эту свою страницу жизни, и мне даже нравится некий такой классицизм в его прекрасном понимании, некая культура. Я очень, я как артист, люблю вот чувствовать атмосферу и встраиваться в нее. Театр кукол тоже безграничные возможности дает, потому что спектакли самые разные, детские, взрослые, для маленьких, для больших. А есть еще вот Шиш-де-Малина, где вообще ухожу, как бы, в декаданс... Надо посмотреть фильм. У нас вышел, кстати, альбом в том году, да, и была шикарная презентация, где мы приезжали на черном Мерседесе, шампанский... То есть у вас все, все, все как надо. Ну это да, все по моде, все по моде. Самое главное, это звучание абсолютно не классическое какое-то, не академическое. Это абсолютно современная музыка, которая у вас требована будет не в узких кругах, а среди каких-то широких масс. Мы нас же пригласили на барин-спектакль Шиш-де-Малина, тоже мы там выступали с программой, потому что была русский след тема. И имели успех даже у иностранной публики. Они оценили этот, так сказать, изысканный декаданс. Которые были приглашены на один день, а выступали на два. Значит, да, нас ждет успех. Ну вот скажите, допустим, мы решили преодолеть все-таки, для меня это бюрократия, даже заполнить один листочек. Хорошо, я его заполнила, отправляю свою заявку. Чему должна соответствовать моя заявка, чтобы меня хотя бы стали рассматривать? Ну вот какие правила, возраст, что именно? Да, у нас по положению участником, резидентом в центре может стать любой гражданин старше 14 лет. То есть, соответственно, уже до 14 лет не попасть. Верхнего предела нет, потому что, в принципе, любой человек, который живет и что-то творит, он имеет право представить свое творчество. Заявки будут рассматриваться абсолютно все, потому что библиотека, в этом случае, она свою роль будет играть. Она может послужить не только местом, куда можно принести эту заявку и представиться, но и послужить, скажем так, каким-то манипулятором, что ли. Я не знаю, манипулятор, наверное, неправильное слово. Библиотека сможет направить в случае чего, например, здесь, например, какие-то работы классические, а может быть, можно вот так сделать. А может быть, мы можем сделать не просто выставку, а какой-нибудь перформанс, добавить что-то. То есть, библиотека сможет послужить, скажем так, каким-то таким направляющим фактором. Библиотека может послужить методической базой. То есть, например, мы можем порекомендовать, например, эту выставку, ну, вдруг она совсем не подходит под формат современного искусства. Библиотека никогда вообще не отказывала артистам, потому что в библиотеке всегда можно было бы встретить фотографии, рисунки, куклы, все что угодно. Любой творческий продукт в библиотеке и так, в принципе, существует, размещается практически на бесплатных условиях. А вот по поводу коммерческой основы, что у нас за вход будем платить или за то, чтобы представиться как-то? Вообще очень хочется, чтобы это, скажем так, это учреждение стало отправной точкой для того, чтобы молодые артисты могли не просто представить свое творчество, но и попробовать заработать. Вот, отлично. Донатить можно и покупать, да, допустим, их произведение, искусство, те же картины, да, можно? И мы очень долго обсуждали этот вопрос, какая будет плата, будет ли она вообще. Мы вообще пришли к тому, что артист, когда подает заявку, и мы с ним встречаемся непосредственно, уже договариваемся о, скажем так, о создании проекта, о разработке, мы с ним будем общаться на предмет того, сколько он бы хотел, например, заработать, может быть. Либо, может быть, он не хочет просто так бесплатно всем разрешать входить на эту территорию и будет, например, брать какую-то минимальную стоимость. Конечно, ну, великих денег, мне кажется, не заработаешь, но ты, по крайней мере, попробуешь. Ты поймешь, каково это попытаться продать свой продукт, не просто представить, но и продать. И, конечно, тут библиотека не будет, скажем так, тем самым жлобом, который отберет все, что заработает артист. Библиотека будет все заработанные деньги передавать, получается, артисту. Единственная сумма, которая будет приходить в библиотеке, это компенсация за расходы, которые принесет библиотека. То есть, грубо говоря, это электроэнергия, зарплата сотрудников центра. То есть, все-таки придется за что-то... Да, но эта сумма настолько номинальная, мне кажется, дешевле в городе нет ни одного пространства. Это сумма в 100 рублей за час. Грубо говоря, вы арендуете все пространство, все помещение, бывшее помещение театра кукол за 100 рублей в час. Но таких цент в городе просто нигде нет. Екатерина, но вы сталкивались именно с тем, что искали для себя площадку. Есть ли проблема? Да, конечно, проблема есть, потому что в основном у нас площадки репертуарные, да, репертуарных учреждений. Это театры, у них, как правило, очень, во-первых, строгие... Даже я в своем родном театре всегда искала лазейку для концерта. Мне просто вывезло ее в театре работы, я смогла договориться. Но, как правило, очень строгий репертуар. Плюс арендная плата, конечно, большая. Ну, если я пойду в театральную школу, в драматический театр... Ну, это же арендное мероприятие, и, в общем, это очень дорого. И мне в театре шли всегда на встречу, у нас был такой договор, просто потому что я свой человек. Вот тоже там есть такое, что театр, например, 40% забирает, 60% билетов там артист. Ну, вот я, если у меня концерт свой. Ну, так вот это... Ну, сейчас центр недостаточно, да, подготовлен, прием. Хотя, мне кажется, там такая атмосфера разрушенная, и самое вот... Это вот, возможно, нам нужно было снять несколько роликов, да, для запуска, так сказать, вообще этой идеи, чтобы побольше людей узнало. И мы сначала зашли, такие, думаю... Какой кошмар, да? Я думаю, а что у нас из-за реквизита? Ну, потом как-то вот, ну, так и сняли, так. Мне кажется, в этом есть свои роли. Да, уютные, но все-таки он будет доводиться до ума, этот центр. Но все-таки с материально-технической стороны, вот, если смотрим, у нас же так же и мерч будет какой-то, да? Потому что мерч это очень здорово и модно, и вот кто занимается разработкой? Нам очень повезло, что у нас к центру имеют отношение наши мурманские художники, союза художников. И они не просто там какие-то академические взрослые люди, а молодые, творческие, вдохновленные художники. И очень обученные, потому что та же Мария, она ведь и график, и она и компьютерный владеет всей этой штукой, чтобы хорошо разработать дизайн в нужных программах, мобильно это все нарисовать для типографии, знает все тонкости типографии, поэтому мы в этом смысле очень хорошо подкреплены такой силой. Опять же, художники сейчас, вот буквально, я думаю, что в течение недели придут в центр и сделают две прекрасных художественных работы. Это будет фотозона и небольшой арт при входе. Вот, то есть художники не просто смогут выставляться, но они еще и создают это пространство, делать его удобным для себя. Например, в силу того, что идея центра возродилась в этом году, оборудовать его максимально, как скажем так, практично удобно сейчас, ну, не представляется. Возможно, мы используем те ресурсы, которые есть сейчас, но те же самые художники знают очень много способов, как придумать систему подвесов, как ее подвесить так, чтобы, да, это будет, грубо говоря, сделано своими руками, но, тем не менее, этого будет достаточно для того, чтобы центр начал свою работу. Ну, и в мае уже вы мне секрет раскрыли, что у вас будет закрыт он снова, ну, на реконструкцию, да, пока все будут отдыхать. Что там предполагается сделать, ну, вот, чисто так, теоретически, может быть, у вас еще не утвержден какой-то план? Да, план еще не утвержден, он будет утверждаться, планируется полный ремонт помещений, вообще всех. То есть будут меняться пол, снова будут делаться стены. Мы очень хотим подвесную систему для выставочного зала, чтобы можно было использовать вообще каждый сантиметр пространства, потому что наши художники, они большие экспериментаторы, и они, ну, просто повесить картину для них это скучно. Есть у них работы, которые даже по форме, ну, невозможно их разместить даже в помещениях центра сейчас. Но после реконструкции это станет возможным. Я заговорю про интересную работу, которая в длину более 10 метров, вот, и это будет интересно. Вас уже поддерживает какая-то молодежь, возможно, ходят там, тусуются у вас, говорят, что у вас там такого интересного? Там есть элементарно люди, спасибо им большое, которые приходят и помогают вот на данном даже просто красить стены. И вот там тоже огромный дух такого, ощущая, что это нужно, да, что это нужно. Это команда Славы Гурцова, танцоры, они постоянные, во-первых, участники всех вот экспериментов города и области, и они активны в этом, они и с Валиком уже там все. Буквально вчера пришла у нас первая такая обновленная партия волонтеров, и мы добили те стены, которые были недокрашены, и мы этот процесс совместили с творческим процессом. Ну, то есть, ну, максимально выжимаем выгоду из одного мероприятия, сразу два. Наполняйте онлайн-контент. Да, мы вчера к нам приходил фотограф, тоже творческий, невероятный просто фотограф Юрий Таралов. У него абсолютно какое-то невообразимое видение этого мира, и он вот вчера наш процесс покраски отснимал. Очень много идей было, очень много отсняли материалов, и мы их будем использовать в продвижении центра. Ну, то есть, и уже у вас есть готовый промо-ролик, да, который можно увидеть. Промо-ролик есть, да. И до 16 сентября, да, если я не ошибаюсь, принимается заявка. Где, расскажите подробнее, как ее подать и что нужно сделать. В группе ВКонтакте у нас есть, у нас есть группа ВКонтакте, Центр современного искусства 21А, там, собственно, висит форма заявки. Ее можно отправить на электронную почту, собственно, Центр современного искусства CCI, по-английски, собакам.goonb.ru. Простая электронная почта, самая простая. И можно подать ее в Google-формах, в той же группе ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, это будет только первый этап, да, отбора, я так понимаю, потом комиссия будет, или как, рассматривая. Худсовет. Худсовет ваш, да, или как, первое, да, сначала будет отбор, потом... Да, у нас, получается, прием заявок заканчивается 16 сентября, где-то в эти же дни будет первое собрание совета, мы отборим те заявки, которые поступили, попытаемся их уже пристроить в календарный план, чтобы понимать, кто у нас, когда. И я думаю, что мы практически сразу же после открытия, то есть это вторая половина сентября, ну, как только нам дадут добро, думаю, что мы, наверное, сразу же запустим вторую волну приема заявок, чтобы у нас этот процесс был постоянным. То есть мы должны просто понять, насколько сейчас загруженность центра, какая она будет, мы пока не знаем уже, пока мечтаем. Понять, какой отклик, да, какая в этом потребность, может быть, поймем, что-то немножко шире распространить информацию о возможностях. Да, просто, например, очень интересно то, что эта пространство совмещает в себе два совершенно, на первый взгляд, несовместимых формата. Первый формат – это выставочный зал, а выставка – это процесс такой, ну, достаточно продолжительный, то есть она не будет висеть один день и потом поедет дальше куда-то. То есть она должна повисеть месяц, может быть, даже дольше, если какой-нибудь проект будет востребованный. То есть как бы постоянная экспозиция, а что-то будет текущее. Это будет длительная экспозиция, да, и в то же время формат сцены предполагает, что там постоянно какие-то будут проходить спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, кинопоказы. То есть там формат более быстрый и сменяемый. И вот этот вот процесс нужно как-то его будет устаканивать, то есть нужно будет выставить очередь для тех, кто хочет выставиться в выставочном зале. И опять же будет план-график, мы его, наверное, будем публиковать регулярно, показывать, какие пространства у нас свободны, например, на текущий день для формата сцены. Опять же у нас еще есть помещение, которое, скажем так, подсобка, это бывшие гримерки, но они останутся, думаю, гримерками. Ну, гримерки нужны. Нет, директора, да. Но эти пространства, ну, вдруг, какой-нибудь артист, у которого совершенно нет представления о границах помещений, захочет что-нибудь эдакое. Уже такие идеи, кстати, у людей есть, кто приходил, смотрели помещение, такие, ага, а вот здесь, ребята, можно было бы такое сделать. А вам вот помимо того, что вот организационные какие-то моменты, возможно, нужна какая-то помощь, я не знаю, может быть, в качестве там реквизита, волонтеры, вот чтобы сейчас кто-то к вам пришел, возможно, что-то вам помог, или вы все справляетесь своими силами сейчас у вас? Ну, волонтеры, у нас сейчас есть волонтеры, которые помогают с точки зрения ремонта. Я думаю, что к открытию центра к нам присоединятся волонтеры культуры. Это проект Министерства культуры, собственно, очень много молодежи, которые готовы помогать на концертах, на выставках, на мероприятиях, и они, в принципе, задействованы в музеях, они бывают на выставках, в художественном музее. Я думаю, что они присоединятся и к нам, появятся такие ребята. Я думаю, что проекты могут требовать иногда участия волонтеров, и хорошо, что есть такая база. Конечно, чем больше людей, тем лучше. А когда можно первую выставку уже увидеть, когда планируете открытие? Что можно посетить? Или вообще у вас есть какое-то хотя бы... Но у вас наверняка есть мысль, форма какая-то о том, как будет первый день открытия выглядеть? Что предполагаете? Мы об этом думаем, но мы до сих пор немножко в таком состоянии. Сейчас же ситуация нестабильна. Мы не понимаем, можно ли будет это сделать внутри центра пока на сегодняшний момент. Не понимаем, только ли на улице, потому что связано... Мы даже в театре сейчас сидим и готовимся к открытию, не знаем дату, но думаем, что все может измениться. Пока-то шатко. Поэтому мы пока прорабатываем план А, план Б. Пока осторожно. Осторожно, потому что нам тоже пока не дают четкой информации, что это можно будет сделать. Наверное, невозможно пока просто дать. Это такие условия сейчас в жизни, да. Опять же, у нас есть ориентир. Это 15 сентября, когда разрешат проведить массовые мероприятия. И вот если все пойдет хорошим путем, никакого вируса не будет существовать к этому времени. Исчезнет. Исчезнет внезапно. То, конечно, мы будем максимально быстро стараться открыть центр после этой даты. Ну, скорее всего, какой-то выходной день ближе к концу сентября. Ну, что ж, я желаю тогда вам удачи. Побольше вам талантливых, талантливых молодежи, скульпторов, не знаю, архитекторов, художников, танцоров. Всех, да. Всех. Вы что, приходите. И я надеюсь, вы дадите нам информацию, как журналистам, побольше инфоповодов, чтобы мы могли освещать вашу деятельность. Плодотворной вам работы. Удачи. Спасибо. Вы смотрели, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин